Первый клинический медицинский центр 29 октября во всем мире празднуется, точнее отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Инсульт или по-другому острое нарушение мозгового кровообращения, это болезнь, связанная с поражением сосудов головного мозга. Два варианта инсульта существуют, ишемический, 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 ишемический. При ишемическом инсульте возникает острая закупорка артерий, которая питает ту или иную часть головного мозга. И происходит это по двум основным причинам, которыми занимаются врачи-кардиологи и сердечно-сосудистые хирурги. Первая причина, одна из самых более частых, это закупорка артерий эмболом, то есть это под тромбом, который приобрел свою подвижность и переместился в внутрь головного мозга из другой части тела. Эмболы чаще всего формируются при таком заболевании, как фибрилляция предсердия. И о фибрилляции предсердия лечат как раз-таки врачи-кардиологи и аритмологи. И это одна из тех ситуаций, когда предотвратить болезнь, то есть инсульт, легче, чем его вылечить. Мы можем посмотреть, что в левом предсердии есть отлогое место, которое называется ушко левого предсердия. По сути это карман, который является резервуаром для перераспределения объема в крови, чтобы сердце не перекружалось в кровь, которая приходит от левых. И когда предсердий фибрилирует, то есть его сокращение нестарегулярных, нормальных, становится хаотичными, по сути никакого движения не происходит. То есть, а там, где нет движения, возникает застой. Застой, легче, что возникает в облогом месте. И формируется кровяной сгусток. Сначала он небольшой, потом побольше. К сожалению, он не обязательно хорошо прикреплен и может, под влиянием тех или иных причин, выскользнуть оттуда и пойти дальше. Он попадает в левый желудочек, по левому желудку, из левого желудочка он попадает в аорту. А первые сосуды, которые отходят аорты, это те артерии, которые идут в сторону головы и шеи. То есть, непосредственно они переходят в артерии, питающие головной мозг. Дальше ИС обладает в общую сонную артерию, во внутреннюю сонную артерию, по ней среднюю мозговую артерию. Либо он может попасть в клетичную артерию, по ней позвоночную. Доходя до узкого места, закупоривает артерию того или иного диаметра. И часть мозга остается без питания крови. Вот так и развивается тромоэмболический вариант, или кардиоэмболический, причем кардио, потому что кардио это сердце, вариант инсульта. Поэтому всем пациентам, у которых есть фибрилляция предсердия, необходимо принимать препараты, которые увеличивают время свертывания. В народе, когда это разжижает кровь. Также всем пациентам с фибрилляцией предсердия следует следить за артериальным давлением, потому что артериальное давление одна из самых главных, первых причин проблем в сердце. Следить за уровень холестерина, потому что уровень холестерина это тот маркер, который говорит о воспалении сосудистой стенки. А воспаленная сосудистая стенка легче притягивает к себе тромбы. И вторая причина ишемического инсульта, это атеросклероз артерии. Тут опять же завязан наш любимый, в кавычках, холестерин, который откладывая стенку артерии любого диаметра, может формировать пляжку, тем самым суживая просвет. Пляжка опасна не тем, что просто ограничивает кровоток, вызывая тишины, например, как при атеросклерозе коронарных артерий, когда сужен просвет, человек при нагрузке испытывает боли, но бляжка может лопнуть. Это называется нестабильная пляжка. Подобные бляжки, если они расположены, например, в сонных артериях, при их нагреве, они тоже на своем месте, на том же самом месте, где она дрывалась, туда начинают садиться кусочки травматических масс, и происходит тотальный сухгург артерии. То есть такой травматический вариант инсульт, он тоже возможен. Поэтому при наличии атеросклероза, а это системный процесс, если атеросклероз есть в одних артериях, но может быть в других, и по нему помню, что нужно обследоваться. Есть такой методобследование, как ультразвуковое дубликсное сканирование. Если бляжка сужает просвет сонной артерии больше, чем наполовину, необходимо обратиться к сосудистому хирургу. Потребуется пройти также мультиспиральную компьютерную демографию, чтобы уточнить анатомию сонной артерии. И при подтверждении значимого стеноза, то есть сужения артерии, при наличии определенных жалоб в клинике, пациенту проводится лечение либо стенкирования сонной артерии, чтобы улучшить ее процессы для профилактики инсульта, либо эндартеректомии, когда после разреза эту бляжку из артерии достают. Если вы чувствуете перебой в сердце, приступы сердцебедения, особенно если при этом сердце бьется быстро и неритмично, если у вас есть в семье случаи ранней сердечно-сосудистой патологии, ранних инфарктов, инсультов, либо у кого-то в роду были ампутации нижних конечностей, нужно провериться, нужно пройти минимум обследований, узнать свой уровень холестерина и особенно либо протея в низкой плотности. Поставить под контроль артериальное давление, если есть повышенное, то есть это как минимум вести дневник. Это пройти суточный материал НИКГ, чтобы уточнить те или иные нарушения ритма сердца. Иногда требуется многосуточное материал. И обратиться к врачам, к кардиологу, к сосудистому, к рептологу, в зависимости от выявленных изменений. Иногда приходится ко всем трем. Что важно, если вдруг у кого-то у вас или у ваших близких случился суть, помните о том, что может быть его причиной. И если причина неизвестна, нужно продолжать обследование, искать возможные причины.